В продолжении темы хочу напомнить, что праздничные мероприятия сегодня состоятся во всех городах нашего полуострова. Это будут и спортивные, и физкультурные мероприятия, и можно так даже сказать, что на любой вкус. Ну а сколько концертов-то пройдет, но об этом мы уже можем поговорить с нашим следующим гостем, которому предлагаю сейчас отправиться. В гостях у нас сегодня Андрей Ишин, профессор кафедры истории России Таврической Академии Крымского Федерального Университета имени Вернадского. Вот я уверена, что Андрей Вячеславович нам как раз таки расскажет, где пройдет, вообще что значит День Государственного Флага. И вопросов у нас к вам действительно много. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с того, что же в принципе такое для народа его флаг. Спасибо. Я хотел начать с того, что от души поздравить всех наших телезрителей с этим замечательным праздником, Днем Государственного Флага России. Действительно, это очень большой день и этот год юбилейный. 350 лет назад, 17 мая, впервые был поднят триколор, бело-синий-красный триколор на первом военном корабле России, который назывался «Орел». Тогда военные корабли строились еще царем Алексеем Михайловичем Тишайшим для охраны караванов купеческих на Каспии и на Нижней Волге. Вот 350 лет, по сути, в этом году мы насчитываем нашему знаменитому российскому триколору. А 25 лет назад, 20 августа 1994 года, президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин подписал указ о Дне Государственного Флага Российской Федерации. И с тех пор это государственный праздник. Конечно, флаг означает для каждой страны, для каждого народа очень много. Это символика, устремленная в будущее. Вот российский триколор в этом отношении, наверное, один из самых показательных. А что вы имеете в виду? Потому что вот три полосы символизируют лучшее качество нашего многонационального народа. Белый цвет – это благородство, конечно. Синий – это верность, это чистота, целомудрие, красный – мужество, храбрость, любовь и милосердие. Вот, мне кажется, все лучшие качества нашего народа как бы сконцентрированы в этом триколоре. И, несомненно, что этот праздник не просто призван объединять людей разных национальностей, разных профессий, разных даже иногда политических взглядов. Он действительно реально, как, кстати, соцопросы, эту миссию выполняет. То есть абсолютное большинство граждан Российской Федерации, граждан России, гордятся своей страной, своей историей и своим флагом. Абсолютное большинство. Это очень хороший, конечно, знак. Я вот, насколько знаю, и из сюжета Стефана чуть раньше мы узнали, что даже существуют определенные нормы, в какое время нужно вывешивать флаг в праздники, в государственные праздники. Плюс, мало кто знает, что его можно не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении располагать. Вы знаете, вот у нас, начиная с 2008 года, закон допускает свободное использование государственной символики. В этом отношении я с вами полностью солидарен. То есть не только во время каких-то государственных и ресторальных мероприятий поднимаются государственные флаги, но и у многих граждан нашей страны в домах есть флаги Российской Федерации. В том числе и у меня такие флаги есть. Мы сегодня много их увидим, я уверена. И маленькие, и большие. Да, поэтому здесь как раз допускается такая свободная интерпретация использования государственной символики, но, опять же, связанная только с уважением государственных символов. Скажите, а вот в законе об использовании государственного флага я знаю, что есть целый ряд пунктов. Могли бы вы рассказать какие-нибудь еще интересные? Ну, вообще, я бы начал с того, что положение государственных символов России утверждено в Конституции Российской Федерации. Конечно, история государственного флага прошла очень большой путь, но Конституция четко зафиксировала то, что государственным флагом является полотнище бело-сине-красного цвета, равновеликие полосы, установлены размеры, также установлен герб и гимн Российской Федерации. Соответственно, законодательные акты иные, они уже направлены на исполнение положения Конституции. Главным является то, что государственный флаг России отражает величие ее истории, и достоинства ее граждан, людей разных национальностей. И фактически государственный флаг, он призван консолидировать и реально консолидировать наше общество. Что касается истории, которая прошла целый ряд этапов, я бы, конечно, обратился еще ко временам рубежа 17-18 веков, когда Россия стремительно превращалась в государство-цивилизацию с мощной экономикой, с военным потенциалом, которая простерла свои рубежи до Тихого океана. И, конечно, в этом отношении флаг должен был отражать новую миссию России в мире. Быть гарантом, быть гарантом мира, стабильности, быть... И вот в этот период, насколько мне известно, был переломный момент. Конечно, это был переломный момент в истории России. Действительно, Россия становилась государством, как мы говорим сейчас, имперского типа, то есть объединявшим в своем составе разные социокультурные образования, разные территории. Но при этом хочу подчеркнуть, что на протяжении многосотлетней истории России ни один народ, ни одна национальность не исчезли с нашей исторической карты. Напротив, все они сохранили свою самобытность, культуру, языки. Законодательство Российской Федерации гарантирует свободное развитие национальных культур, языков, тех народов, которые живут в составе России. При Петре Великом Триколор становится с 1705 года официальным флагом торгового флота. Вообще говоря, изначально этот символ был связан с флотом. И на наших торговых судах Триколор украшал главные мачты, и все, что называется, страны, которыми мы вели торговлю, имели отношения политические, торговые, экономические, они, конечно, уже тогда соприкасались с нашей государственной символикой. А уже при императоре Александре III, именно 28 апреля 1883 года, был подписан указ, согласно которому Триколор стал национальным флагом российского государства. Андрей Вячеславович, спасибо вам большое. Я очень рада, что сейчас, в принципе, на своих административных зданиях мы можем видеть именно Триколор. А я напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Ишин, профессор кафедры истории России Триколорической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...